Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Я рада, что вы заглянули ко мне в гости. Мы начинаем новый влог, а начинается он у нас с вами такой утренней мотивацией. Мы с Николькой с утра прогулялись по парку, но об этом речь шла в предыдущем влоге, а сейчас мы вернулись домой. Пока все еще спали, я решила быстренько навести марафет. Ну, на лицо нанесла тонер. Предварительно я лицо очищала пенкой для умывания, нанесла тонер. И пока тонер такой жиденький, еще не впитался, я такими массажными вбивающими движениями, массажными уже, наверное, нельзя назвать это, я не знаю, но вбивающими движениями его как бы впитываю, помогая ему впитаться в кожу. Далее я буду наносить крем для области вокруг глаз. Ну, и так как я болею и постоянно чихаю, и сопливе, простите, и нос приходится вытирать, то часть крема я еще отправлю на крылья носа, которые изрядно подустали от моего этого состояния. Но на сегодняшний день сразу скажу, слава богу, я уже почти пришла в себя. Хочу сказать всем огромное спасибо за пожелание быстрейшего выздоровления и вообще за пожелание здоровья. Я вам, в свою очередь, тоже всем желаю крепкого здоровья. Не болейте, тем более сейчас такой период, знаете, сезонный, да, очень легко, конечно, подцепить всякую какашку. Давайте будем стараться себя беречь. Ну, а после того, как крем впитался, я тоже помогала ему это делать вбивающими, втаптывающими движениями, я буду уже заниматься декоративной косметикой. Хочется с утра так, знаете, быстренько себя привести в порядок. Особенно это желание такое бывает у меня очень острое, когда я болею. Я первым делом, вот надо, не надо, но я все равно встаю и обязательно должна себя привести в порядок. Потому что и так чувствуешь себя не очень хорошо. А когда еще подходишь к зеркалу и понимаешь, что, ну, как бы, лицо твое об этом кричит, то хочется быстренько что-то исправить. Ну, вот, исправляю. Я здесь пыталась наладить телефон. Во-первых, знаете, как освещение не очень хорошее, плюс к тому же у меня ни штатива, ничего с собой не было. Ну, штатив у меня на самом деле на даче, у меня и кресло, и штатив остались на даче. Ну, теперь они являются неотъемлемой частью дачи. Вот, и здесь уже как получается, как приходится выкручиваться, так выкручиваюсь. Мне задавали вопрос по поводу моей палетки «Контуринг» от Фарос. Спрашивали, где я ее приобретала. Ну, я не знаю, из какой страны зрительница, которая задавала мне этот вопрос, но у нас в косметических магазинах эта палетка продается. И, ну, честно говоря, я заходила, знаете, сейчас не то Севиль, не то Айсель, это Наразина. Один из этих магазинов находится возле, возле, возле Айгюн Сити, Айгюн Мол, да, у нас называется он. Вот, там я покупала, дважды его там брала, один раз вообще-то гонялась за этой палеткой. Вот, ну, мне очень нравится. Вот я как однажды попробовала, я после этого просто ее ни на что не хочу менять. Если бы у нее был хороший срок годности, я бы взяла, наверное, с запасом, так, чтобы была спокойна, что у меня эта палетка есть. Дело в том, что я из нее использую почти все тона, все цвета, но сначала начинаю со своих фаворитов. Вот, и плюс к тому же, тона под разный сезон года, под разное время года, они имеют разную, ну, скажем так, разную теплоту и разную холодность. Поэтому я стараюсь варьировать. Тут я отвлекаюсь, потому что здесь уже начинают просыпаться наши домашние. Там Элочка тоже встала, она стала с Николькой играться, и я наблюдала за тем, как они дураковаляли. Там уже и Жанна стала подниматься, и Светулька маленькая тоже проснулась, поднималась к Никольке играться. У нас Николька первая, с кем хочется поздороваться, судя по всему. Поднимаются, вот Светка тоже с ней поигралась, покидала игрушки, потом Элла делала то же самое. И самое интересное, Элла поигралась и ушла по своим делам. Осталась в зубах с игрушкой, Элла только что с ней играла. Элла пошла по утренним делам. Я иногда так в зубах с игрушкой. Все, Николя, иди давай. Иди, играйся, иди. Чего смотришь? Иди играйся. Сейчас я тоже с тобой поиграю. Сейчас я закончу, я только помада осталась. Ну, вот такое у нас утро, дамское утро. У нас женский монастырь. Все, в общем, начали подниматься. Вы знаете, я вам честно хочу сказать, да, вот это все-таки есть этот особый вайб загородного дома. Я не знаю, когда ты приезжаешь, несколько человек, да, и мы тем более разбрелись на ночь по комнатам. Светка со Светкой, они спали внизу. Ну, Элла и своя комната. Жанна спала в маминой комнате, я спала в комнате детей. И вот как-то мы все по своим комнатам разбрелись. Ну, ощущение наполненности дома, это когда дом не пустой. Вот, наверное, кто поймет, тот поймет. Поэтому мне одной туда приезжать очень тяжело. Хочется иногда, но очень тяжело. Грустно. А когда вместе, хорошо. Вот эта седина, которая у меня вот здесь, да, которая у меня создает вот этот эффект плеша постоянно. Мне кто-то писал, что продаются такие средства, но они со спонжиком, что можно их вот так вот промакивать и закрашивать вот эта вот седина. Я, знаете, что подумаю? Я спустилась. Вы уже оделись? А Света встала? Ну, я бы сейчас не встала, но нахуй. Мы с тобой сами пойдем. А, нет, я поняла, да, да. Сейчас я иду. Сейчас иду. Я сначала не поняла, я думаю, сейчас иду, Жан Федор. Я Никольку покормлю потом, хорошо? Да, да. Ага, все. Да, и вот это. И я так думаю. Карандаш для бровей. Если рисует на бровях, то почему бы не нарисовать вот здесь? Вот смотрите, вот у меня сейчас вот так, да. Покручиваем. У меня скошено, удобно. И прорисовываю. Я уже так пробовала. Так я буду смотреть сюда в зеркало. Вот так вот. И оно все почти на глазах уходит, понимаете? Если вас смущают, например, у некоторых на висках, допустим, есть проплешины, вот у меня с этой стороны как-то так, более-менее с этой стороны, видите? Ну, возраст более, господи, ну что теперь? Вот раз, 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 и все. Понимаете? Затушевала. Можно, конечно, и тенями, но мне кажется, что карандашом для бровей эффективнее, по-моему. Вот видите? Все. Нет. Сейчас я еще докрашу. Так вот. Докрашу и все. Просто я так быстренько на камеру показываю, да, какой способ я для себя нашла. Вот я так и делаю. Если не забываю, ну, если забываю, ну, что делать, ну, как есть. У меня седина очень быстро проступает. Краска, она все-таки быстро смывается, и седина вот прям вот моментально. А сейчас, видите, вот. Я покажу, что я брала из уходовой косметики и декоративной с собой в дорогу. Вообще, это у меня самый обычный набор, который меня всегда сопровождает в плане декоративной косметики. Это моя любимая палетка от Fars. Это, по-моему, 01, да, да, 01. Мне очень нравится эта палетка. Я все, это и тени, и румяна. Нет, румяна, нет, вру. Это и тени, и контуры, и контуры, что хотите. Это от Divas. Вот эта румяна очень мне нравится. Подождите. Сейчас вскроем. Ой. Вот. Вот, очень мне нравится цвет такой персиковый, красивый. Так, это тушь от Faberlic. Она очень дает хороший объем. Я ее тоже вам показывала. Вот эта тоже. Итак, корректор от Givenchy. Вот, вы знаете, я брала от Givenchy тональный крем и корректор. Тональником не пользуюсь. Не знаю, почему корректором пользуюсь. Ну, не знаю, не могу сказать. А, ну, кисти-спонжик, понятное дело. Крабик, на всякий случай. Хотя я сейчас с резиночкой. Вот эта помада, которая мне очень нравится. Мак. Матовая помада-карандаш. Я вам говорила, какой-то оттенок. Девятнадцатый. Очень мне тоже прям вот заходит. Подходит подо все. То есть не обязывает. И карандаш... Ой. Это карандаш от DIVAGE в 0,2 оттенке. Но я в 0,2 больше брать не буду. Я буду брать в 0,1. 0,1 темнее и лучше. 0,2 немножко светлее. Это декоративная косметика. Что из уходовой? Так, это я чистила зубки. У меня вот так вот сушится пока моя зубная щетка. Зубная паста. Это вот эти самые стики-шпажки, чтобы чистить зубы. Всегда со мной. Либо зубная нить, либо они. Крем для области вокруг глаз. Тонер. Гиалурон. Белкосмекс. И пенка, которая мне очень нравится. Тоже гиалурон. Белкосмекс. Я вам показывала эту серию, которую покупала. Вот это тоже Белкосмекс гиалурон. Крем не брала. Мицеллярку не брала, потому что чистилась все равно. Ну, пенкой вчера умывала лицо. Вот. Ну, и взяла с собой вот этот аромат. История, которую мне дарила моя сватья. Так, все. Это сюда. Это сюда. Это сюда. Это пока вот так. И арома сюда. Сейчас моя задача накормить Никольку быстренько. Мы сейчас с ней поиграем. Я ее накормлю. Она ждет. Вот. И с Жанной сгоняем на кладбище. Ну, а потом мы поедем, наверное, куда-то завтракать, скорее всего. Так. Подмазелька. Подмазелька, иди сюда. Давай. 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 Хоп. Пошла. Давай. Давай кушай. Какое айвовое дерево. Айва прям. Там уж. Ветки. Какого-нибудь. Ну, кто может обратить мое внимание на это? Естественно, что Жанна. А кто еще? Мы после кладбища на базар. Слушайте, нигде нельзя было припарковаться. Если бы вы знали, как далеко мы остановились от базара. Ну, а Жанне надо. Жанна говорит, идем хотя бы облепиху посмотрим. Жанне надо. Сделали один круг. Вернулись. Вообще, машины ужас. Мы очень далеко остановились. Мы оон аж там. Отсюда не видно. Сейчас будем еще поворачивать и спускаться. Машин очень много. Людей много. Воскресный базар. Ничейный. Как сказать? Это вам кажется, что ничейный. Жанне, это чейный. Вот дерево растет возле ворот чужих. Жанне нужно это по деревьям полазить. Айва. Ой, ну как я хочу. Это плов с айвой. Очень. Да? Идемте. Плов с айвой одел. Она уже поспела? Нет, она еще не поспела. Жанет Федоровна, я у себя на даче выращу какое-нибудь плодовое дерево специально для вас, чтобы вы лазили и собирали плоды. Исключительно для вас. Вот на базаре такой ажиотаж. Жанна сейчас смеялась, и я сказала, что все люди уже подготовились к школе. А тут выбросили это что-то такое школьное, товары какие-то. Ну, там спортивная форма, не знаю что. И тут такое скопление народа. Я попыталась зайти в магазин, думала, сейчас я куплю два чехла на стулья, мне вот эти, которые на кухне. Ну, в общем, ладно, долго говорить, долго объяснять в смысле. Вот эти чехлы, которые у меня есть на стульях, да, я хотела еще на кухне стулья тоже взять. Ну, потому что они у меня уже тоже приходят в негодность. И я попыталась зайти в двери, просто пройти, у меня ничего не получилось. А мы не идем туда, вы же хотите... Куда идешь? А щеки узнать, я просто потерялась там среди людей, поэтому я... Идемте. В общем, анекдот был, вы знаете, меня там просто с двух сторон зажали в дверях. И я не могла никак выйти оттуда. А самое интересное, там одна была девушка, она была с этими, с косичками, много-много косичек она себе заплела и замотала их в хвост. И вот она, значит, головой вертит туда-сюда, туда-сюда. И она меня этими косами хлясть, по щекам хлясть. Я уже не знала, как поворачиваться. А вы понимаете, а меня же зажали, и я ничего не могу сделать. То есть я двинуться с места не могу, но я жмурю глаза, чтобы мне в глаза не попало. Ну, в общем, зашла, короче, в магазин называется. Ой, анекдот. Понимаете, да, вот такое тоже бывает. Сейчас я посмеялась. Я и так хотела попасть, но не получилось попасть. Ну, ладно, как-нибудь в следующий раз. Какая изящная курочка лежит. Ну, сколько красивая. Стройные ножки какие, сумасто. Где такие выращивают? Я сам выращиваю. А красивые такие стройные. Там такие коротковатые. А тут прям, я не знаю, так лежат изящно. Жанна, что, покупаете? Хочу купить, да. Зачем? Домой? Можно и здесь сварить, можно и домой. Куда сварить? Мы кушать в ресторан не идем. Жанна, анекдот. Мы договорились, что в этот раз мы только дома ничего не кушаем. Такие свеженькие, свеженькие. Да, хорошая еда, ну, хорошая еда. Ну, мы же как договорились? Да, договорились. А в ресторане, а в ресторане. Вот, ну, все. Давайте покажем. Похоже на тех, которые у нас удворили, а не другие. А почем? Рубль тысяча. Жанна груш взяла. Это кушать будем. Будем, да, кушать? Интересно, когда? Сейчас на завтрак поедем. А потом уже на выезд обедать опять. Где-то будем обедать и выезжать. Когда это вы собираетесь грушу кушать? Аппетит перебивает. Давайте покажу. Вот. С Жанной зашли в магазин. Я взяла этот, вот эти вот шапочки на тарелке. Вот. Монат 50 стоит. Ну, нет, сухие салфетки закончились. 20 копеек. Дените, Жанна. Жанна, груши. Я, это, с пустыми руками не уходим. Но я, на самом деле, вспомнила, увидела здесь эти магазины. Здесь вот так, вот видите, вот. И туда идут. Тысяча и одна мелочь. Вот здесь я покупаю. Нет, у нас в Баку тоже они есть. Жанна говорит, у нас даже в Баку дешевле. Здесь монат 50, она говорит, там с архами стоит. Не то монат 30, не то монат 40. Я говорю, ладно, невелика разница. Я же не покупаю их каждый день. Они мне надолго хватают, но очень долго. Смотрите на этот отряд. Медици лежат. Я насчитала 7 собак дворовых. Глаза какие красивые у нее. 7 собак насчитала. Представляете, мы когда туда шли, они все были на той стороне. Но туда перешло солнце. Они пошли легли в тенечек. 7 собак. Господи. Ну, лежат, лежат. Главное, чтобы никого не трогали. Мы сегодня с Николькой когда гуляли, утром возвращались домой. Уже почти возле дома нас сопровождали две дворовые дворняшки. Ой, не знаю, я в этот момент Никольку взяла на руки. Нет, они не агрессировали, конечно. Да, одна висит, Жанна Федоровна. Вот для вас висит. Да, для вас висит, чтобы вы подошли и сорвали. Нет, нет, нет. Я не сомневаюсь. Точно? Идемте, поехали. Я есть хочу, Жанна Федоровна. Я завтракаю в 7, а сегодня я это сам. Еще не завтраку вообще. У меня уже будет кофе-тайм. Ваша подруга вон в грязном окне. У меня будет кофе-тайм. И будет у меня завтрак совмещен с кофе-тайм. А что делать? А что делать? Жизнь такая. Вот мы как встречаемся, мы как куда-нибудь выезжаем. Все. Все. Правильный образ жизни. Здоровый образ жизни к черту. Да, я что хотела сказать. А, ну вот, они, ну как бы, стали следить. Следовать за нами, но не агрессировали совершенно. Они просто шли. Ну, я Никольку так заведомо взяла на руки и дошли домой. Все, давайте встретимся где-то там дальше, наверное. Я не знаю. Солнце с вами играет. Сидим на террасе. Ну, как сидим? Мы пока ждем, что к нам подойдет. Что-то к нам вчера долго не подходили, сегодня долго не подходят. Света уже спит. Света балдеет. Джон тоже балдеет. Ждем, будем делать заказ на завтрак. Ждем, да. Такой ветерок. Ну, как бы не жарко на самом деле. Солнце греет, греет. Но ветерок такой прохладный. Такой горный ветер, да? Если хочешь погреться, можно на концу. Ну, да. Не, ну солнечные лучи, конечно, попадают. Солнечные лучи попадают. Рухай, как не пришло. Ну. Прохладненько. Вкусные. Вкусные, да? Очень сладкие. Да. Да. Вот я не люблю, когда очень сладкие. Я прошу, чтобы меньше сахара. В общем, у Светы Раф девочки сейчас налегают на Наполеон. Будем пить чай. Я жду завтрак. А Катю, ты меня наливала? Мне нет. Я сначала завтрак. А потом видно будет. Девочки позавтракали. У них сразу это кофе тайм, чай тайм. Наполеон тайм. А я позавтракаю. А потом кофе тайм. А время? Почти 25 минут 12. Ладно. Живы будем, не помрем. Этот домик, смотрите, там. У речки. Как будто творог там. Дом у речки. Такое, какие-то у меня. Ладно. Ждем. Аллуку принесли. Но раз Аллуку принесли, то я и чай могу. Кусочек Аллуки. Ждем Свет. Свет ждем. Не прошло и полгода. Пришел завтрак. Мы долго ждали чай. Мы уже почти добили Аллуку. Принесли хлебушек. Фессалинский. Я, может быть, сюда. А, он сюда будет? Нет. Расклад. Да. Давайте расскажу, что входит в сет. Это мед. Это сгущенка, да. Я вам показываю, что входит в сет. Сгущенка. Масло. Каймах. Это сливки. Каймах. Сливки. Дальше. Кандоры. Оливки. Джем. Джем. Как красиво. Джем, джем. Джем. Мед, живот, мед. Голландский сыр. Это... Это телятина. Это телятина. У нас еще глазунья, потому что должна была быть глазунья. Это сыпь на двоих. Должна была быть глазунья и яйца с помидорами. Но яйца с помидорами здесь невкусно, честно говоря, делают, потому что помидоры там баночные, консервированные. Помидоров много, яиц нету фактически. Поэтому мы заменили на просто глазунью. Все, нам приятного аппетита. Мы продолжаем есть. Посмотрите, какая красота. Вот эти я сверху так. Вот так вот возьму. Сверху вот так вот. И вот такая аппетитная глазунья. Вот это я понимаю. И смотрится красиво. Вот это я люблю. Обожаю. Я сейчас просто упала, короче, от этой девчонки. Я упала. Мы тут лежим, валяемся втроем на кровать. И, короче, я говорю, да? Я говорю. Никусе, тебе так повезло. Ты вот ничего не делаешь, ты только лежишь. А у меня завтра что ждет? Школа. Бедный ребенок. У меня такой крик души был. Это надо было слышать. В повторе это неубедительно, понимаете, как. А вот то, как это в первый раз прозвучало. Блин, у нее аж глаза чуть-то слезами не налились. Она такой, ой, Никуся, тебе так хорошо. Как бы, говорит, я была бы так, такую жизнь вела. А завтра, говорит, меня чего ждет, знаешь, школа. Светка. Это правда жизни, Свет. Понимаешь. Никось. Собакой быть лучше, чем человеком. Да ты что? Да. Ты думаешь по этому? А ты знаешь, что ведь есть домашние собаки, да? Вот которым так вот. Хорошо, как Никоське. А ведь есть же еще те, которые живут на улице, в дворе. Правильно? Это и все 33 удовольствия. Давай, говорит, меня массируй. Толкает она меня. Тоже мне. Ну, собакам больше повезло, потому что... Они могут лежать, все хотят, то и делают. А люди, они должны спокойно сидеть, делать уроники. А у меня завтра школа. Свет, а если бы тебе сейчас сказали, что ты можешь... Ну, хватит дергаться. Чего ты дергаешься? Давайте, говорит, меня массируйте всем миром. Да, массируйте меня всем миром давайте. Вот, Свет, слышишь? А если бы тебе сказали, что ты уже можешь работать, кем бы ты хотела работать? Учительница по танцам, потому что я люблю танцы. Ты хочешь быть учительницей по танцам? Угу, потому что я хочу... Хореографом? Да, потому что я хожу на танцы, мне нравится. Да? Они катили. Что случилось? Она меня на руку живется и лапает. Да, Светуля, тяжело тебе живется, я понимаю. Ну, хоть завтра первый день, а не второй. У вас первый день будет линейка, ничего такого не будет, да? Завтра всего лишь. Так, хоть это уже в одиннадцатый класс перейти, чтобы уже закончить эту школу. И что ты думаешь хорошего там потом дальше? А дальше что думаешь в одиннадцатый? И что? Не знаю. А потом поступай в институт, потом нужно учиться, а потом работы. А ты понимаешь, что у каждого этапа в жизни есть свои сложности и есть свои счастливые моменты? Светуль? Не совсем. Эй, Светочка, мы тоже в свое время торопили. Хотелось быстрее школу закончить, быстрее институт закончить. Потом как можно быстрее начать работать, а сейчас себя ругаем за то, что мы торопили это время. А вот я на тебя смотрю и думаю позже, а где мои вот эти года? Когда я ходила в школу, особенно когда детсадовский возраст, беззаботный, самый сладкий. Ладно, каждому свое в этой жизни, да, Никося? Угу. Счастливая ты моя. У нас сейчас с тобой драка будет. Давай. Шшшш. Шшш. Блин, с такой скоростью мчат здесь некоторые машины, я вам передать не могу. Но машина страшно делается. Вы знаете, мы вот несколько раз машину швырнули в сторону от того, что уж очень быстро, уж очень быстро ездят машины, с ума можно сойти. А мы это, остановились, мы, наверное, чаек сейчас попьем. Здесь это фудмуд есть. Фудмуд, елки-палки. Это я так прикалываюсь, фудмуд. Никольку сейчас я выгуляю. Николь, иди сюда. Ой, да, что там было? Иди сюда. Никольку выгуляю я и мы чаек тоже попьем, немножко передохнем. Иди сюда, Николька. Иди сюда, с этой стороны иди. Отсюда иди. Иди сюда. Чего встала? Иди сюда. А у Светланы бежит. Максима бежит. Счастливая, довольная. Сколько у нас времечка? Времечка у нас. Да сколько у нас? Боже, не вижу ничего. Семь. Да, видишь как? Видишь как? Это он мне... Ай-яй-яй. Видите, какой чайник у нас такой. Слышать, передай. Какая кружечка с сахаром. Ну, как-то кружечка большеватая, да? А сахара маловато. А вот и кружечка с сахаром. Симпатичная, но сахара маловато. Это мы вам по секрету рассказываем, сколько здесь сахара. Так. Ну что, да, мы из Амстердама. Наше здоровье. Вспомним, что мы из Амстердама. Давайте не будем забывать. Ой, Максим, ну прости. Наверное, я с тебя, как со самой старшей, должна была начать. Нет, нет. Да. Видите? Светланы, ваши мнения расходятся, однако. Ты все сделала правильно. Чего? Я так считаю. А ты что призываешься, мадам? Все счастье будет дома. Все счастье будет дома. Мне тебе еще выгулить надо. Ну все, нам приятного чайпите. Если вдруг вы так же замечательно проводите время, как и мы, то вам приятного времяпровождения, медитации, релаксации, счастливых моментов в жизни. Гоняет же, гоняет же.